ПОЛЬДРЫ СЛАВСКОГО РАЙОНА В нашем случае это территория неманской низменности. Земли эти весьма плодородны и по качеству приближаются к черноземам. Уточним, вся площадь Славского района почти 135 тысяч гектаров. Из них осушенные площади, в том числе и полдеры, около 70 тысяч. Само слово и понятие полдер пришло к нам из Нидерландов, где половина территории государства – низменные земли, а четверть вообще ниже уровня моря. Голландцы первые, кто придумал использовать ветряные мельницы для перекачки воды. Неудивительно, что именно выходцы из Голландии еще в 17 веке занялись осушением земель в бывшей Восточной Пруссии. Кстати, один из мостов на реке Лугавая носил имя Голландский. В июле этого года его демонтировали. Всего же мостов через реки и каналы на территории Славского района – аж 145. Не все они примечательны, как голландский, но все же. Количество мостов говорит о количестве водных артерий, а их здесь не перечесть. В цифрах это 2006 километров магистральных и 5733 километра мелких каналов, а также 454 километра водозащитных дамб и 19 шлюзов. Плюс к этому для отвода излишков воды создана обширная сеть открытых и закрытых осушительных сооружений, в том числе насосные станции. В Славском районе их более 60. Длина дренажной сети составляет 18 312 километров, на площади в 32 тысячи гектаров. Конечно, все это создавалось не одномоментно, а в течение нескольких веков. Но цифры впечатляют. Ничего подобного в России больше нет. Польдерные земли нашей области – это 70% всех польдерных земель нашей страны. И за всем этим большим хозяйством необходимо наблюдать и поддерживать в рабочем состоянии. Чем и занимается Калининград-мелиорация, в частности, ее славский филиал. Славский филиал занимается эксплуатацией гидротехнических объектов, которые находятся на территории Славского района. Сюда входят в первую очередь насосные станции, которых вообще насчитывается около 64. Ну, рабочих где-то около, наверное, 40 в настоящий момент. Это и старые немецкие насосные станции, есть новые насосные станции, есть реконструированные насосные станции, есть которые после капитального ремонта. Это дамбы. Это уходная работа на дамбах, то есть окашивание травы, вырубка кустарника различных, там деревьев, если они мешают. Значит, немаловажный вид работы – это заделка бобровых ям. То есть у нас тут перевлажненность, бобров очень много, они постоянно роют там что-то. Наша задача, значит, эти места находить, заделывать их грунтом. Кстати, вот там не видно, но вот там, посмотрите за машинами, большой резерв грунта, который специально для этого, значит, заготовлен, и на случай, значит, чрезвычайных каких-то ситуаций, или паводков очень сильных для того, чтобы где-то в тех необходимых местах подсыпать. В настоящее время как бы уровень, вернее, гребень дамб поднят уже настолько, чтобы переливов не случится. То есть вот я здесь в области с 80-го года, когда я сюда приехал, это было. Потом, значит, учли ошибки, досыпали дамбы многие, подняли отметку гребня, укрепили опасные места, значит, со стороны каналов. Есть места, где это заделано железобетонными плитами для того, чтобы не происходило разрушений. Есть места, где какие-то там каменные наброски. То есть сейчас как бы опасаться переливов уже не стоит. Даже в самые пиковые такие моменты дамбы наши способны выдержать. Но, тем не менее, за этим нужно смотреть, за этим нужно наблюдать. Здесь мы хотим уточнить слово «дамба». Применимо к полдерам, это вовсе не грандиозное, как можно предположить, сооружение из камня и бетона, а обычная грунтовая земляная насыпь, по гребне которой, как правило, идет дорога. Приезжая по ней, не сразу понимаешь, что это дамба. Ну уж такова специфика полдерных сооружений. Вообще в этих местах море и берег – система сообщающихся сосудов. Поднимается уровень моря, и грунтовые воды идут вверх. А еще осадки. Словом, глаз да глаз за этими полдерами. Тем более, что часть гидротехнических сооружений еще немецкие. В том числе и насосные станции. Чисто немецких практически не осталось, они уже все реконструированы. Оборудование практически заменено на 100%. Очень много каналов новых. С 80-го, грубо говоря, по 90-е годы очень интенсивно шла мелиорация по всей области. По всей. Только в нашем районе, в нашем районе, ежегодно вводилось до полутора тысяч гектаров мелиорируемых земель. Да, в период с 50-х по 80-е годы в сельском хозяйстве здесь были достигнуты исторические максимумы. Зерно, картофель, корма. Край был на самообеспечении. Все стало приходить в упадок в 90-е. Колхозы и совхозы разорились и обнищали. Государственная система мелиорации сошла на нет. Каналы стали зарастать и заиливаться. Дамбы частично разрушаться. Водоотведением никто толком не занимался. В 2017 году власти были вынуждены дважды объявлять режим ЧАЭС из-за подтоплений. С 2019 года все понемногу стало приходить в норму. По поручению губернатора Антона Риханова, для развития мелиорации в регионе было создано государственное бюджетное учреждение «Калининград-мелиорация». Его деятельность направлена на обеспечение защиты земель региона от подтоплений и создание условий для эффективного введения сельхозпроизводства путем повышения плодородия почв. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства на финансирование мелиоративных работ в 2019-2025 годах предусмотрены федеральные средства в объеме около 4,4 миллиарда рублей, что говорит о значимости данного безработ для экономики нашего края. И это не может не радовать. Польдеры – это не только водоотведение и сельское хозяйство. Польдеры – это неотъемлемая, во многом уникальная часть истории нашего края. Проект «История Людей Память» при поддержке Фонда президентских грантов.